Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры, церковь, дети, молодежь. Я бы хотел начать сегодняшнюю проповедь, наверное, с вопроса вот этим молодым людям. Скажите мне, пожалуйста, дети, которые участвовали в лагере в качестве отдыхающих, скажите, пожалуйста, какая была последняя тема урока в лагере? Кто знает? Так, избери жизнь. Да, как вот там вот парень, избери жизнь. Хорошо, а в чем смысл этого урока был? Кто-то может поднять руку, может быть, сказать, ответить, вот ясно, в чем смысл этого урока был? У меня есть главный мотиватор для вас, чтобы вы хорошо ответили. Кто готов? Кто готов рассказать золотой стих и ответить на главный вопрос? В чем суть? В чем суть того урока, который был вам преподан в последний день? Кто-то знает? Кто-то может ответить, выйти вперед, рассказать? Тихон. Тихон. Нет? Ты же с моего отряда должен знать. Ну кто? О, давай, Илья. Давай, громко рассказывай нам. Но это неудивительно, это сын координатора. Илья, сникерс по праву будет твой, если ты нам еще объяснишь, в чем смысл того, что ты нам рассказал. То, что Бог отдал нам с него иди народного сына, потому что мы... Что мы? Я могу сказать, что мы грешники, и чтобы было у нас плач, чтобы мы не мучили. Держи, сникерс твой. Я бы... Были бы мы в лагере, сейчас бы поаплодировали, наверное, все. Хорошо. Итак, дорогие друзья, вот этот вопрос ключевой, я думаю, который необходимо было усвоить детям за весь вот этот период, за все эти пять дней. Что такое Евангелие? В чем его суть? Суть Евангелия заключается в том, что есть Святой Бог, который создал небо и землю. Он является Творцом всего видимого и невидимого. Он сотворил человека, и человек однажды восстал против Бога. Он ослушался Божьего повеления, и в результате этого Бог должен был его отправить навеки в ад. Но по милости своей Бог послал Сына на эту землю, для того, чтобы Его Сын прожил совершенно святую и праведную жизнь. И этой жизнью Он подарил всем верующим оправдание. Кстати, дети, знаете, что такое оправдание? Оправдание – это значит, что Иисус, что Бог должен был нас осудить. Но благодаря тому, что Иисус прожил вместо нас совершенную жизнь, которую никто из нас не способен прожить, Он подарил ее нам. И благодаря Его жизни всякий верующий оправдывается. Во-вторых, Иисус не только прожил на земле совершенно праведную жизнь, но Он еще умер за наши грехи. И в Библии это называется искуплением. Искупить – значит заплатить цену. То есть самой дорогой платой, которая могла послужить за наши грехи, является кровь Иисуса Христа. Он заплатил за все грехи верующих людей. В-третьих, Иисус не только прожил праведную жизнь, Он не только умер, но Он еще и воскрес из мертвых и подарил каждому верующему человеку надежду на жизнь вечную, надежду на воскресение и на жизнь вечную в присутствии Бога. Но Иисус не только прожил жизнь, Он не только умер, Он не только воскрес, Он еще вознесся на небеса. И знаете, что Он делает там на небесах? Кто-то может ответить, что сейчас Иисус делает на небесах? Да, да, кто первый руку поделит? Давай ты. Что-что? Ждет нас. Хорошо, еще кто-то может ответить, да. Да, царствует, хорошо, еще. Что-что? Наблюдает за нами. Да, это хорошо, но это не совсем то, что я бы хотел услышать. Вот. Иисус ходатайствует за нас. Он постоянно совершает там служение. Он просит. Мы еще живем на этой земле. Хотя мы верующие люди, мы уверовали во Христа, мы приняли Его, мы поверили в Его праведную жизнь, мы поверили в Его смерть и воскресение, мы приняли эту жертву, но мы все еще согрешаем. Мы живем на этой земле, и мы согрешаем, к сожалению. И Иисус приносит там, у престола Бога, ходатайственные молитвы за наши грехи. И об этом очень хорошо говорит послание к евреям. Мы сегодня немножко прочитаем, и побудем в этом послании. Мы буквально сверху царапнем его, и посмотрим, о чем же оно нам говорит. Это послание говорит о превосходном служении Иисуса Христа. Оно говорит нам о том, что Иисус Христос превосходнее ангелов. Он превыше Моисея, превыше Аарона. Он является совершенным служителем. И доминирующей темой вот этого послания является совершенное превосходство первосвященнического служения Иисуса Христа. То есть после того, как Иисус принял смерть на кресте, на третий день Он воскрес, а затем вознесся на небеса и воссел по правую руку престола Бога Отца. И на небесах Иисус совершает вот такое священническое служение. И на протяжении десяти глав этого послания по отношению ко Христу слово первосвященник употребляется более десяти раз. В Ветхом Завете священники утверждались Богом на роль ходатая. Ходатая – это адвокат, то есть это тот человек, который защищает или заступается за кого-то, за того, кто совершил преступление. Так вот, священники выполняли роль в Ветхом Завете вот таких ходатая. Они приходили в присутствие Бога, они приносили жертву за грехи людей, за грехи израильского народа. Они возносили молитву и хвалу от имени народа для умилостивления грехов. Этим они освящали народ, делая его достойным войти в славное присутствие Божие. Так вот, в Новом Завете нашим ходатаем, нашим первосвященником является Иисус Христос. И одной из целей пришествия Христа на землю воплоти являлось его дальнейшее принятие вот этой должности священника. Для того, чтобы стать священником, Иисусу необходимо было стать человеком и прожить совершенно праведную жизнь, умереть на Голгофском кресте, на третий день воскреснуть и вознестись во славу. Итак, давайте посмотрим на совершенную жизнь, которую прожил Иисус Христос. Послание к Иерреям, 2 глава, 17 стих. «Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как Сам Он перетерпел, быв искушен, то может и искушаем им помочь». Находясь на земле 33 года, Иисус испытал все тяготы, лишения, боль, утраты, страдания и переживания. «Но Он ни в чем не согрешил. Он был искушен во всем, кроме греха. Он страданиями, написано, навык научился послушанию, чем достиг совершенной, полной жизни в теле на грешной земле. Он совершил, Он прожил такую жизнь, которую не прожил ни один человек. Поэтому у Иисуса есть все полномочия и права, чтобы быть нашим представителем в небесах. Он был искушаем, но остался верным Богу. Он назван верным первосвященником, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом. Иисус стал подобным нам. Он сделался единым с нами в слабости, в немощи, в переживаниях. Он испытывал страдания. Он может теперь сопереживать нашим искушениям, сострадать нам в наших немощах и проявлять к нам милосердие. Это о нем, кстати, сказано, муж скорбей, изведавший болезни. По этой причине он назван милостивым первосвященником. Он имеет полное право совершать вот такое священническое служение. А мы можем с уверенностью, написанное с дерзновением, приступать к престолу благодати. Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. 4 глава 16 стих. Во-вторых, итак, то есть мы сказали о том, что Иисус прожил праведную жизнь на земле. Именно по этой причине он может совершать священническое служение. Во-вторых, Иисус стал истинным первосвященником и приносит истинную жертву за грех. Его жертва стала совершенной. Ветхозаветные священники не могли принести совершенной жертвы. Знаете почему? Потому что они сами были грешными. Они должны были сначала искупить свои собственные грехи, а потом приступать к жертвам за грехи народа. Могущие снисходить невежествующим и заблуждающим написано потому, что они и сами были обложены немощью. То есть те священники, которые выступали в роли ходатая в Ветхом Завете, они сами были грешниками. Так вот, Иисус Христос стал первосвященником совершенно безгрешным. Поэтому Он смог войти в непосредственное Божье присутствие. Он не имел на себе вины греха. Он не приносил жертвы за свои грехи. Это о Нем сказано, что Он святой, непричастный злу, отделенный от грешников. Поэтому Его служение является совершенным. 7 глава 27 стих, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого. Более того, жертву, которую принес Иисус за грехи, была не кровь животных. Он принес Свою собственную драгоценную кровь, заплатив цену нашего искупления. Его искупительная жертва стала окончательной и совершенной. Именно поэтому сегодня нам нет необходимости и нужды для того, чтобы приносить какие-либо жертвы за все оплачено сполна. Его жертва совершенная. Христос, первосвященник будущих благ, вошел в освятилище не с кровью козлов или тельцов, но со Своей кровью и приобрел нам, написано, вечное искупление. То есть это искупление даровано верующим людям однажды и навсегда. Оно названо вечным. Далее, Иисус завершил очищение от грехов. То, что никогда не смогли бы сделать священники Ветхого Завета. Они должны были постоянно стоять у алтаря в Иерусалиме, каждый день принося одни и те же жертвы за грехи, которые никогда не могли уничтожить грех. Но жертва Христа была принесена однажды и навсегда. Ее достаточно для того, чтобы очистить все наши грехи, прошлое, настоящее и будущее. И мы можем быть в этом уверены, так как после того, когда Иисус совершил жертвоприношение, «После того, как Он воскрес из мертвых, Он воссел одесную престола величия Бога». Он же, 10 глава, 12 стих, «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Сегодня в лице Иисуса Христа мы имеем первосвященника Великого, прошедшего небеса, который предстает за нас перед лицом Божиим, ибо Он принес жертву, которая навсегда покончила с необходимостью совершать какие-либо жертвоприношения. Это значит, что наши грехи омыты. Кроме того, священники Ветхого Завета умирали. Их служение было коротким. Оно написано было переходящим. То есть оно было временным. Но священство Иисуса Христа вечное. Оно исполнено, написано по силе жизни, не перестающей. Он вечный священник. Именно поэтому Он способен спасти нас от всех грехов. 7 глава 23 стих. «Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непереходящее, то есть постоянное. Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за Них». Итак, мы сказали о том, что благодаря совершенной жизни Иисуса Христа Он получил вот это служение, благодаря которому мы можем приходить к Нему. Во-вторых, мы говорили о том, что Иисус Христос благодаря вот этому совершенному служению Он приносит истинную жертву, не временную, а постоянную, вечную, благодаря которой мы имеем уверенность в том, что наши грехи прощены. Третье. Мы имеем постоянный доступ к Богу. Благодаря служению Иисуса Христа мы можем все время приходить к Нему. Постоянно. Нужно сказать, что ветхозаветные священники не только совершали жертвоприношения, но как бы символически вступали в Божие присутствие. Это место называлось Святое Святых. В храме, или в Скинии, в храме было отдельное место, которое считалось местом Божьего присутствия. Так вот, Иисус сделал гораздо больше, чем просто вошел вот в Скинию или в храм, вот как бы в символическое место. Будучи постоянным, совершенным священником, Он вводит нас в Божие присутствие, вследствие чего мы не нуждаемся, как бы теперь в паломничестве, для того, чтобы посещать Иерусалим. У иудеев были установлены определенные периоды времени в году, то есть определенные праздники. Три раза в год они должны были совершать паломничество в Иерусалим, для того, чтобы предстать перед лицом Бога, для того, чтобы священник совершил молитву, принес жертвы. Так вот, теперь это не нужно, потому что мы имеем постоянный доступ к Богу. Иисус входит не в образ небесного, не в земную копию вот этого небесного храма, Он входит в реальный небесный оригинал. То есть на небесах Иисус совершает истинное, настоящее, реальное служение, а не просто копию. И Он вводит нас вот в это святое присутствие, присутствие самого Бога Отца. 9 глава, 24 стих. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать за нас ныне перед лицом Божия. Поэтому мы имеем надежду, которая есть для души как бы якорь безопасный и крепкий. Иисус входит в эту завесу, за эту завесу, в святое святых, в само Божие присутствие. И Он, написано, сделался первосвященником навек. Это дает нам огромное преимущество по сравнению с теми, кто жил во время Ветхого Завета. Люди, нужно сказать, что не имели права входить даже не то, что в святое святых, они не имели права даже в святое помещение входить. А в святое святых, которое отделялось вот такой толстой завесой, имел один раз в год входить только первосвященник. Он совершал там определенное служение. Он носил колокольчики на краях одежды, звон которых убеждал израильтян в том, что Бог в милости своей позволил этому священнику совершать там служение. Ему, кстати, привязывали за ногу веревку. На случай чего, если бы там с ним что-нибудь случилось, если бы он вдруг умер от святости Божьей, его нужно было вытащить за ногу, потому что никто не мог войти туда. Но, когда Иисус принес жертву за грехи, завеса храма разодралась сверху донизу, символизируя, что смерть Иисуса Христа открыла доступ каждому верующему, всем людям, тем, которые полагаются на его жертву. Поэтому нам не нужен сегодня священник с колокольчиками, с длинными одеждами, привязанной за веревку к ноге. Мы имеем совершенного первосвященника. Христос вошел не в рукотворенное святилище, но в самое небо, для того, чтобы предстать за нас перед лицом Божьим. Здесь, на земле, нам даже храм не нужен. И святое святых нам не нужно, потому что мы имеем нечто большее, чем видимые объекты поклонения. Именно поэтому Христос сказал, истинные поклонники поклоняются в духе и истине, а не в каком-либо месте. Написано, что мы приступили к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев. И нужно сказать, что это не здание дома молитвы, не храм, церкви, но это то, что происходит на небесах. Это то собрание, то Божье присутствие, которое происходит в реальности, в присутствии ангелов. Вот там совершается служение, и мы являемся причастниками этого служения. Поэтому то, что мы с вами здесь сегодня только видим, это далеко не все то, что мы с вами имеем. Мы имеем гораздо большее, мы имеем намного лучшее. Вот почему автор послания к евреям дает верующим такое напутствие. 10 глава, 19 стих. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой. Иначе говоря, пролитие крови Сына Божьего открыло нам доступ к престолу Бога, чтобы мы могли постоянно входить в Его святое присутствие без страха, но с уверенностью в Его благости к нам. И последнее. Нужно сказать, что Иисус Христос является совершенным ходатаем, то есть Он совершенный заступник, Он совершенный адвокат за наши грехи. Он как совершенный священник постоянно молится за нас. Посему может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за Них. Входя во святилище, первосвященник вносил туда имена и нужды Божьего народа. Помните, в чем он был, в чем был одет первосвященник? На его нагруднике были написаны имена двенадцати колен израильского народа. Так вот, точно так же, как священник в Ветхом Завете входил в Святое Святых, точно так же сегодня Иисус Христос, Сам Иисус Христос, входит в само присутствие Бога Отца на небесах, для того, чтобы принести наши немощи, наши бремена, наши нужды к самому Божьему престолу. Ярким примером такого приношения, кстати, помните, Евангелие от Иоанна, 17 глава, там написана первосвященническая молитва Иисуса Христа, которую Он произнес за Своих учеников, и не только за тех 12 учеников, но и за всех верующих людей во все времена. Христос не только предстает перед лицом Отца в качестве постоянного напоминания о том, что Он расплатился за наши грехи, но Он также передает Богу Отцу молитвы о наших нуждах. Слово «ходатайствовать» означает обращаться с просьбой или даже жаловаться. Помните, когда кто-нибудь, может быть, приходит на работе к своему начальнику, и он говорит, ну или там дети к своим родителям, они говорят, «ну жалуйся». Так вот, мы сегодня, грубо говоря, приходим к Иисусу Христу, Иисус Христос говорит, «ну жалуйся». Мы Ему жалуемся, мы Ему выкладываем свои нужды, а Он уже выступает за нас перед Богом Отцом в роли «ходатая». Эту роль, кстати, может исполнять только Бога-человек, Бога-человек, потому что во Христе за нас молится и тем самым постоянно прославляет Бога истинный и совершенный человек. Священническое служение должен был совершать человек, ибо един Бог и един посредник между Богом и человеком, написано «человек» Иисус Христос. Только человек может совершать вот это посредническое служение. Но если бы Иисус Христос был только лишь человеком, то Он не смог бы быть безгрешным, так как Библия нам описывает всякого человека греховным, ибо написано «все согрешили и лишены славы Божией». Более того, если бы Иисус был только лишь человеком, то Он не мог бы знать и слышать все молитвы людей одновременно. Он не мог бы знать наши помышления, наши намерения, не мог бы слышать наши молитвы, воспроизведенные в мысли, поэтому Иисусу необходимо было быть не только человеком, но и совершенным Богом для того, чтобы стать совершенным первосвященником. Итак, давайте подведем итог. Поскольку Иисус стал человеком и продолжает оставаться им на небесах, у Него есть право представлять весь род человеческий, потому что Он прожил совершенно праведную жизнь на земле. Он умер и на третий день воскрес. Он даровал нам искупление и принес совершенную жертву, благодаря которой мы можем предстать перед лицо Божие. Следовательно, Иисус единственный во вселенной и в вечности, кто способен быть небесным первосвященником, истинным Богом, совершенным человеком, вознесенным навеки над миром, и Он может приносить наши нужды Богу. И несколько слов необходимо сказать о применении. Дорогие друзья, братья и сестры, найдите время для продолжительного и более глубокого изучения послания к евреям. Оно нам говорит как минимум о четырех возможных выводах. Приблизьтесь к Богу с полной уверенностью, ведь Христос открыл нам доступ к Отцу. Когда вы молитесь, будьте уверены в том, что Бог вас услышит. Не сходите с дистанции христианской жизни, ведь мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. То есть это говорит о том, что наш итог жизни показывает то, кем мы были в начале. То есть только истин, только те люди, которые начатую жизнь завершили до конца, являются истинными христианами. Далее в искушениях устремляйте свой зор на Иисуса. Знаете, что некоторые люди думают о том, что если они очень много будут времени зацикливаться на своих грехах и думать о том, ох, какой я грешник, ох, как мне трудно, ох, как я раскаиваюсь. Библия говорит нам о том, что нам не нужно смотреть на свои грехи. Библия говорит о том, что нам нужно взирать на жертву Христа и приходить к Божьей милости. Потому что если мы будем постоянно взирать только лишь на свои грехи, дорогие друзья, но мы пойдем в депрессию, мы пойдем в уныние, у нас есть совершенный ходатай, который искупил наши грехи и нам нужно приходить к нему. И последнее, приносите Богу жертву хвалы, которая прославляет его имя, ведь он такой чудесный спаситель. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok